В понедельник утром сотрудники глава одного из управлений исполнительного комитета ГАГАУЗИ не смогли попасть на свои рабочие места. Дверные замки в приемную и в кабинет отдела были заменены и опечатаны. Технические работники вынуждены были в присутствии органов правопорядка обеспечить доступ. По информации главы ведомства, в субботу в его отсутствие группа депутатов Народного собрания ГАГАУЗИ в рамках своей созданной комиссии решили ограничить доступ к рабочим местам сотрудников управления. Комиссия не имеет никаких полномочий. Комиссия. Сейчас в комиссии можно входить, взламывать везде замки что ли? О чем вы говорите, группа лиц в составе комиссии? А это называется взлом, это помещение, что им принадлежат что ли? Комиссия это совместная. Вот именно. Вот это комиссия называется. Где, короче, пыль заходит себе в кабинет. Открываю дверь. Виталий вам. На опечатанной двери есть подписи депутатов Ивана Топала и Ивана Бургуджи. Сотрудникам управления также пришлось подписать бумагу, чтобы дверь без их ведома никто не вскрывал. По имеющейся у нас информации, некоторые депутаты таким образом решили приобрести для себя помещение. В свою очередь сотрудники управления исполкома удивлены действиями депутатов, которые в итоге могут привести к очередным конфликтам, порче госимущества и незапланированному расходованию бюджетных средств. Дверь в рабочий кабинет заместителя Башкана Виталия Киркчу осталась нетронутой. Однако сотрудники управления говорят, что депутат Иван Бургуджи сказал, что может открыть ее даже обычной скрепкой. Я вообще хотел дать Ивана Киркчу кабинет открыть скрепкой, потому что, видимо, он сказал, что тут ничего страшного нет, но скрепка ее сейчас открыл. Бургуджи? Он не открыл, а он собирался. Кто хочет учиться дверь открывать скрепкой, подходите. В момент попытки сотрудников управления войти в свои рабочие помещения, каких-либо возмущений и комментариев со стороны депутатов Народного собрания Гагаузии, находящихся в соседних кабинетах, не было. Как и не было тех депутатов, чьи подписи были оставлены на двери опечатанного кабинета.